Всем привет, Вы на очередном уроке шкатулки полезностей от факультета рукоделия. И сегодня мы поговорим о полом шнуре и узнаем, как он вяжется. У меня как раз есть примеры, где его можно использовать. И Вы наглядно видите, что это за полый шнур. В этом случае я применила его для лямок на муфточке. Также этот шнур отлично смотрится в завязках на детских шапках. Он получается мягким и толстым, и нигде не будет давить ребенку. Узел из такого шнура хорошо держится и, если нужно, ребенок самостоятельно сможет его развязать. Теперь давайте посмотрим, как вяжется такой шнур. Этот вариант шнура я вязала из пряжи Alize Baby Wool в две нити на спицах пятого размера. Поэтому и показывать буду сейчас теми же спицами и нитками. Для начала нужно набрать на спицы 4 петли. Длинный хвостик оставлять не нужно, прямо у края накидываем нить и набираем петли. Я всегда набираю на две спицы, поэтому и сейчас сделаю так же. Итак, 4 петли есть, вынимаем одну спицу, петли остаются на второй. Вязать полый шнур очень просто, сейчас сами увидите. Первая петля снимается, как кромочная, спицу в петлю заводим справа, вторую петлю провязываем лицевой, третью петлю снова снимаем, нить выводим перед работой, и последнюю петлю провязываем лицевой. Первый ряд провязан, разворачиваем вязание. Снова заводим спицу справа и снимаем первую петлю. Вторую петлю провязали, третью петлю снова сняли нить перед работой, и четвертую провязали. Развернули, сняли, провязали, сняли, провязали. Вот так и вяжем дальше, повторяя, как присказку. Сняли, провязали, сняли, провязали. И у Вас начнет расти жгут. Вот я провязала еще несколько рядов. Получается вот такой кругленький, толстенький и мягкий жгут. Я напоминаю, что я вязала в две нити на спицах пятого размера. Если Вам нужен жгутик тоньше, берите более тонкие спицы, пряжу в одну нить и вяжите точно так же. А если взять более толстую пряжу и большие спицы, то можно связать и поясок, например. Итак, я надеюсь мои объяснения для Вас будут полезны и Вы найдете, где их применить. Вяжите с удовольствием и следите за выходом новых уроков Шкатулки полезности от факультета рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok